Во-первых, нужно ТСК. ТСК регламентируется законом о том числово-следовательных комиссиях, который принимал Верховная Рада 8-го склыкания, и который до сих пор не подписан. Все сроки уже прошли. Он не завитирован и не подписан. И до сегодняшнего дня с ним непонятная ситуация. Если этот закон не будет подписан, и мы не будем никаким образом регламентировать действия о том числово-следовательных временной следственной комиссии, то, соответственно, мы не можем провести импичмент. То есть очередной раз у нас не прописана процедура, и у нас отсутствует фактически возможность запустить импичмент. То есть у нас масса проблем. Поэтому единственный вариант, это просто сделать то, что предлагал мой бывший коллега Ваня Крулько, да, действительно вынести из Конституции это решение и снять неприкосновенность президента. И сразу становится все просто. Ух, как вы так все... А вообще зачем смотрицы этого закона? А сколько важно? Зачем? Чтобы поставить точку на «д»? Чтобы потом говорить, если вдруг скажите, вы же обещали снять неприкосновенность депутатов и президента. Мы их больше делали. Мы импичмент проголосовали президенту. Подождите, ему скажут. Но это же есть уже в регламенте Верховной Рады. Вы ничего не понимаете и манипулируете. Как вы сегодня сказали, народ хочет. Народ хочет уже остановить войну. Народ этого хочет. Вы знаете, я вам хочу сказать, что наш мудрый народ на самом деле действительно мудрый. Но надо говорить, что он делал ошибки. Он когда-то уже проголосовал за Януковича, который привел к расколу страны, к Майдану и к войне на Востоке. И к потере Крыма временной. Поэтому я когда слышу о мудром выборе, я хочу сказать, что, видимо, выбор не всегда бывает мудрый. Иногда нашему народу запудривают мозги. И после этого это очень дорого стоит всей стране.